Ну что же, пришло время сделать что-нибудь этакое, необычное, из самых обычных продуктов. Вы очень часто спрашиваете в комментариях, типа, ну как вот вы там составляете блюдо, как вы размышляете на тему того, что можно в холодильнике найти для приготовления горячего салата, закуски или еще чего-то. Вот смотрите, что я сделал. Я, значит, нашел цветную капусту. Вот такими крупными соцветиями разобрал ее, лишние ножки, наверное, я все-таки отрежу. Хотя, вы знаете, можно и не отрезать. Кипящая вода. Я ее слегка подсолил и сюда отправляю соцветия. Они у меня полностью покрыты. И я их варю буквально 2-2,5 минуты. Мне нужно, чтобы капуста была полусырая. Это очень важно. Вот здесь вот у меня холодная вода. Я капусточку оттуда раз, в холодную воду два, чтобы она перестала готовиться. Значит, за это время у меня тут появился вот такой гриб. Смотрите, сейчас многие тепличные хозяйства, которые выращивают вешенки и шампиньоны, стали выращивать вот такие вот грибы. Еринги они называются. Можете взять шампиньоны, можете взять вешенки. Но самое главное, грибы брать не очень яркие. То есть, природные, например, белые грибы или подосиновики с подберезовиками трогать не стоит, потому что они сильный аромат дают. Нужно вот такое, что-то нейтральное. Ну, то есть, представьте себе, что у меня шампиньон. Вот. Нужно гриб нарезать какими-то такими произвольными кусками. Крупно. Так, капуста закипела. Перекладываю в холодную воду. А сюда я ставлю сковородку. Маслица подсолнечное наливаю. Так, зубчик чеснока с шелухой кладем в маслице. Пусть он дает свой аромат. Грибы у меня готовы к обжарке. Стебель сельдерея я уже даже нарезал вдоль. Теперь осталось только сделать какую-то такую адекватную соломку. Ну, не соломку, а ромбики. Чеснок зашипел в масле, значит, у нас масло ароматизируется. Огурцы наискосок толстыми вот такими вот кусками режу. Лишнее убираю. Куски толстые можно разрезать вдоль. Как только чеснок ароматизировался, я отправляю грибочки. Так, вот грибы слегка обжарились. Но, как вы думаете, чего не хватает гриба? Секретный, да, какой-то ингредиент. Просто нужно слегка прихватить горелочкой. Ну, я мою дым-каромыслом. Теперь на раскаленную сковородку чуть-чуть масла. Куски трески. Звучит как по-стихотворному. Сильно-сильно обжариваем на сильном огне до колера. А потом оставляем в теплом месте доходить. Пока треска обжаривается, ну, какой салат без маринованного острого перчика. Маринованный острый перчик. Это вообще, так сказать, аж слюна начинает выделяться. Маринованный перчик крупными кусками. По сути, если он маленький, то можно отрезать хвосты. И все. Капуста. А капусту нужно нарезать какими-то, знаете, вот такими вот. Ну, в общем, кочерыжка должна держать соцветия. В этом смысл кочерыжки. Видите, получается такая красивая елочка. Теперь треску нужно аккуратно переложить в тарелочку. Эх! Разваливается. Ну, а капусту, которую я нарезал вот такими вот крупными кусками, следует слегка обжарить. Капуста влажная. Поэтому я масла не наливаю, а выкладываю капусту вначале. Зубчик чеснока нужно раздавить сильно-сильно и бросить сюда, к капусте. Все, смотрим. Вода испарилась. Теперь немножко масла. И обязательно соль. Все перемешиваем, чтобы у нас капуста слегка обжарилась, слегка. Запах чеснока к ней пристал. Теперь ее нужно переложить обратно в емкость. Взять треску. Капусту посыпать куркумой. Аккуратно перемешать. Потому что аромат чеснока уже здесь есть. Нам нужен всего лишь цвет. Ну, можете посыпать какими-нибудь любыми специями. Вообще здесь не принципиально. Немножко перец черный. Треску надо, на мой взгляд, чтобы дать дополнительный аромат, я ее горелочкой еще раз пройдусь. Как только слегка у нас мы ее реанимировали, скажем, еще раз нагрели, еще раз дали вкус, у меня здесь паприка есть. Почему паприка? Да потому что нам нужен капуста белая, треска белая. Нам их нужно поделить визуально на два разных элемента. Итак, у нас все готово. Только красный помидорчик, да? Но мне не нужно рассказывать, как его резать. Это на ваше усмотрение. Ну все, пора все смешивать. Ура, ура! Вот сюда мы свежие овощи. Все томаты. Все сюда. Оливковое масло. Обильно. Каплю соевого соуса. Мы сюда можем добавить сладость. Есть вариант использовать мед. Есть вариант использовать наршарап. А у меня есть вариант использовать варенье от шишек. Почему бы нам илового аромата сюда не внедрить? Немножко. Кислота у нас есть где-нибудь? Вот здесь нет кислоты, здесь нет, здесь нет, здесь нет. Так, кислоты у нас нигде нет. Поэтому уксус. 9 процентов. Можете яблочный. Яблочный, кстати, будет неплохо. Чайную ложечку буквально. Немножечко. Для кого вдруг это много, значит регулируем сами по... Все делаем по своему вкусу. А то я смотрю, кто-то пишет, ой, ради таких двух кусочков маленьких там это. А кто-то пишет, что это здесь вот тут не так, это мы не съедим или этого мало. Я же даю вам идею. Я рассказываю про продукты. Я рассказываю, как их совмещать. Как обрабатывать. Я вам всего лишь рассказываю о том, как необъятен гастрономический мир. Мир еды. Понимаете? И вам всего лишь, навсего нужно что сделать? Ну, просто подписаться. Шутки шутками. Почему я смешал свежие овощи? Ну, потому что под воздействием кислоты, соли, сахара они сейчас начнут выделять ароматы. Все. Теперь сюда мне не хватает зелени. Друг на дружку складываю. Самый большой лист вниз. Потом это вот так вот трубочкой сворачиваю. Это для того, чтобы было удобно резать. И нарезаю. Хотите тонкой соломкой? Я тонкой не хочу. Поэтому режу толстой. Зеленуху вот сюда вот к капусте. Последовательность может быть совершенно различная. Можете вообще все пожарить вместе на сковородке и все вместе с огурцами. И будет и вам кайф. Шпинат. Можно руколу сюда использовать. Можно... Да, что хотите, используйте. Далее у меня идет... Сельдерей, томат, огурец. Должно же быть красное что-то. Не только все зеленому быть. Далее идут грибы. Все выкладываем красиво. Всегда. Тренируемся. Печеный чеснок. Если хотите, используйте. Не хотите, не используйте. Я его с удовольствием съем. Осталась рыбка. А рыбку делаем так. Просто разбирайте треску. У меня все ингредиенты посолены. Соевого соуса здесь очень-очень мало. И уже сок от огурцов и томатов его разбавил. Масло тем более. И теперь вот этой жижкой, которая у нас образовалась. Вот слияние двух культур. Кислого и свежего. С нотками сладкого. Мы отправляем вот сюда. Рыба пахнет жареной рыбой. Капуста пахнет чесноком. Грибы пахнут чесноком и грибами. Это все перемежается вместе с ароматами свежего огурца. Два кислых томатов, маринованного перчика, нарезанной мяты и зеленого базилика. Тут знаете, какая гамма ароматов? Это просто с ума сойти. Это я еще не начал есть. Это очень прикольный салат. Вы, конечно, начнете, когда, ну вот если такое приготовите, вы поймете, что овощей много и охота больше рыбы. Ну вот эта рыба, она как раз сюда потом и ляжет, когда мы уже будем это все доедать. Когда погружаешься в мир еды, это, конечно, такое. Такой океан, в котором плывешь и радуешься. Типа, вау, как классно. А когда вкусно получается, согласитесь, радуйтесь не только вы, но и все окружающие ваши близкие, родственники, домашние. Поэтому вашему вниманию на ваш стол, пожалуйста. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин